Привет, ребята! И снова вы на канале прикормочных корабликов Камарат. И сегодня у нас очень интересное видео, касаемо Диппера. По многочисленным просьбам мы вышли на эксперимент. И сейчас мы будем проверять, как это все работает, на какой дистанции. Благо, погода у нас сегодня позволяет. Так что сейчас я начинаю его запускать. Будем смотреть дистанцию. Но перед этим я покажу, как это реализовано. Используем мы Диппер ПРО. Вот такой вот кораблик. Это спид четвертой версии, естественно, GPS, навигация и автопилота. Ну и с эхолотом. Вот так вот выглядит датчик. Вот. И от него идет, естественно, антенна. И сейчас мы запускаем наш телефон, включаем кораблик. И смотрим нашу дальность, которая очень всех интересует. Будем проверять дистанцию. Будем плыть в правую сторону, в левую. Дистанции такой нет. Поэтому... О, 12 спутников у нас есть. Сохраняем домашнюю точку. Пускай она будет здесь. Все. И сохраняю сразу промежуточную. Так, ну все, у нас запустилось. Базовую можно установить. Базовый график, что показывал. Ну, уберем без обработки. Ширину угла делаем 55 градусов. Чувствительность. Прям ставлю на 50%. Сильно чувствительнее не надо. Рыба. Размер рыбы большая. Не знаю, правда, насколько большая. Давайте на середину поставим. Так, глубина. Да, посмотрим глубину. Вот это я так понимаю. Цветовая палитра. Вот такая, вот такая. Так, ну мне нравится вот такая вот. Видно все хорошо. Ночная рыбалка, интересно, что это такое. Не знаю. Но это будем разбираться. Все, устанавливаем рыбалку с лодки. Ставлю пониженную передачу. И направляемся. И смотрим, какая же у нас получится дистанция. Мы отплыли. Так, сейчас пересаживаю все-таки домашнюю точку. Мы все-таки находимся здесь. Вот все. Дистанция 0 метров. И поплыли. Так, ну график я сейчас сделаю, наверное, побольше. Поставил полностью график на весь экран. Будем искать рыбу, смотреть бровку. Ну и, естественно, дистанцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче говоря, уплыли мы на 240 метров. Как мы видим, гипер уже начинает троить, так скажем. Сигнал неустойчивый. То есть он вроде как есть, но график, видите, нарисовал, прогрузило и опять зависло. Ну, как бы это уже ненормальная, так скажем, работа. Но в целом все равно глубину показывает. Что я еще заметил, очень важно. Сейчас я отправлю кораблик назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 240 метров. Здесь есть ширина угла луча. То есть на 55 градусах у меня на 160 метрах уже начала... График уже плохо рисует. Все уже, ну, как бы... Работать с эхолотом невозможно. Но когда я установил ширину угла луча 15 градусов, моя дистанция сразу же выросла, ну, в разы. То есть вы сами видели, по-моему, 240 метров я уплыл. Или 245 даже. Я так понимаю, это передача данных. Чем больше информации ему надо передать, то тем меньше расстояние. Поэтому для более точной, как бы, работы эхолота, да, красивого графика, корректного, на 55 градусах, это примерно 160 метров. А если вам нужна глубину, бровку, то есть 245 метров справляется спокойно. Вот наш кораблик возвращается назад. На всем ходу летит. Вот. Эхолот, естественно, не показывает, потому что он нос уже задрал. На скорости. И датчик отключился. К какому пришел я выводу? Все-таки на 15 градусах, когда установлен луч, дистанция достаточная, приемлемая. Глубину бровку видно. Рыбу мы не увидели ни на каком луче, то есть ни на 55, ни на 15. Очень хотелось бы, чтобы вы оставили комментарии, что вы по этому поводу думаете. Нужен ли вообще в целом эхолот Диппер? Может быть, у кого-то уже есть такой Диппер. Может быть, кто-то хотел приобрести и знает какие-то тонкости в настройках, в режимах, в характеристиках. Это все очень нужно для нас и для вас. Поэтому оставляйте комментарии, конечно, и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо. Всем пока.